Ребят, вы готовы? Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас, включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать. До тех пор, пока это не коснется лично самого человека. И мы начнем с истории. Поехали. Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе, и вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака. Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщины и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет. А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация «Филипп Моррис» запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоем Альбора, стал Дэвид Миллер-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с амфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет. Их привлекал образ ковбоя с сигаретой, верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер от рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзий того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь? Но время шло вперед. И с года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг. Мы не курим, мы парим. Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин. Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного? А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос. Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей. Хотя тот же самый табак в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей. Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых. Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином. Итак, состав действующего вещества – никотин. В табаке содержится никотин – яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин – наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть. Что такое никотин? Никотин – это вещество, которое в Советском Союзе было в списке сильнодействующих ядовитых веществ, которое вызывает сильную зависимость. Наркологи говорят, что такая зависимость сопоставима с героином. То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик-никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айка, скальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации не продавали, в конечном итоге они продают зависимость. На самом деле никотин – это еще не все. Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание. Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в семи номинациях на премию «Оскар» и в пяти номинациях на премию «Золотой глобус». И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак. Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях. Джеффри Уайганд, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса. Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему. Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим 246 миллиардов долларов. И в том числе стала ясна информация об их разработках в сфере добавления табака. Какая же там цель в целом? Ну, самое главное – это как можно скорее вызвать зависимость. Кроме того, есть еще добавки, которые вызывают бронховиделацию, то есть расширение вот этих вот дыхательных путей, чтобы как-то это все быстрее вдыхалось. Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них. Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток, потенциал и наш постоянный завтрашний клиент. Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте. А когда вы начали курить? Ну, в 13 начал покуривать и в 14 уже курил. С какого возраста вы курите? 12. С 12 лет? Ну, рано, наверное, лет. В 14. В 7. В 7 лет? Да. В 14 лет. В 16. В 14. Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы. То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать? Да. Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом. А у вас были попытки бросить курить? Были, неудачные. А вы когда-то хотели бросить курить? Да, постоянно. Пытались бросить курить? Да, пытался. У вас были попытки бросить курить? Были. Но неудачно. Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить. Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик. К тому же усиленный специальными веществами. Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения, согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается. Так выглядит схема, почему люди курят. В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья. Итак, если употреблять никотин, начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний. И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость? Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов. В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Расслабле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника. Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем. И тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут. Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ канцерогенных. Нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивных полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы. А вот как рекламируют наркотик никотина в виде снюса через популярных певцов и блогеров. Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема. Расплавляйся на месте, никотин в новом формате. Следующий путь – это снюс. Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака. В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия. Из анонимных интервью с блогерами «Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать две фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую». Они хотят дать понять, что курить – это круто. Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере. А вот что говорит известный журналист Даренко. Ко мне подходила табачная лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно – это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребята, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все. Я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет шесть назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20? И что они сказали? Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы ведем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал. Вот такая непростая ситуация. Но я, как актриса, могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении. Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина. Как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез. Так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун-Энн-Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем пять раз за фильм, за скромную сумму в полмиллиона долларов. Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы. Такие, как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение. Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в два с половиной раза по сравнению с предыдущими годами. Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в одном втором сезоне. Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он очнулся от какой-то очередной, ну, картического, так сказать, предозировки. И тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет и на ней пишет бессмертные стихи. Там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальбора. То есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и «Высоцкий» идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, «Ушнура», там какой-то клип туда-сюда, потом раз, такую пачку Бальбора достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальбора. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальбора и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем. А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор «Первого канала». Вот, например, там сериал «Успешный» – собственно, это такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации. Джо Эстерхас, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание. Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт». Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную компанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал, послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет. Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе. Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она трижды выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все три беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего вторую главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстер Хаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль. Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствуют в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей. И даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца. И еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины. Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей, вот этих самых курильщиков. Очень интересная проведена была работа финнами. Достаточно крупное исследование, более тысячи, так скажем, респондентов, которые были... Отслежена у них функция яичников по характеру менструации. И оказалось, что у тех девочек, которые начали курить с подросткового возраста, с 12-летнего возраста, через 5 лет функция яичников сообразна женщине 40-45 лет. То есть там в яичнике ничего почти не остается. Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей. Ну, это я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет. Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт. Но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на приемы попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни сего. Считается сострессорно. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов яичники, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем мама, папа курили, бабушка, дедушка курили. Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК. В результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями. Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они, хочешь не хочешь, способствуют тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться. На вашем уже внуке или вашей внучке. По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго. Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется. Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его. Кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно. Это рак кишки, это рак ротоглотки. А все эти заболевания носят не только большой вклад, в смертности, но и в глубокой инвалидизации. Например, что такое рак ротоглотки? Часто это калечащая операция. Или, например, рак гортани, который часто бывает у курильщиков. Это, как правило, удаление гортани. А что такое удаление гортани? Это, конечно, человек не может говорить, не может питаться, потому что это идет с пищеводом. И фактически человек глубокий инвалид и выброшенный из социальной среды. Никто не боится рака поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые подобно мне портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет. Но, знаете, я думала так же. К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше. И в апреле 2019-го Соня не стала. Соня пыталась докричаться до каждого курящего. Ведь большинство из них предпочитает верить, что рак это то, что бывает с другими. Есть еще ошибочное мнение. Якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты. Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из электронных сигарет выглядят как химические ожоги. В этих вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота. Вот вам, пожалуйста, да? Который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки-присадки, потому что там обязательно есть ароматизатор, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорит, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкий. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект. То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломок генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно. Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим? Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее. А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки. Каждый курящий своим курением демонстрирует целых семь уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть. Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего. Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи. Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию. Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб. Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности. Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей. Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляции нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы. И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? И главное, глянь, каждый считает, что его не убьет эта дрянь. Думает, ой, рак будет с другим курильщиком, но не со мной. Но статистика твердяк. Все, у кого появилась опухоль, думали точно так. Тратишь всего 100 рублей в день на курева, брат. А 36 тысяч в год, как тебе такой расклад? 100 рублей в ночь на 360, так это целый месяц работать надо, брат. 30 дней в году тупо зарабатываю на эту бурду. То есть, по сути, месяц в году возят табачников на своем горбу. Плати, плати им снова и снова. Они сделали тебя своей дойной коровой. Вообще, их лицемерия границ нет. Прикинь, они стали впаривать наркотик, никотин в виде конфет. И они кричат, сколько ты стоишь, а сколько стоишь ты? Покупаю вас всех, мне нужны новые рабы. Эй, чиновник, депутат, какова твоя цена? Покупаю тебя, тебя и тебя. И вроде сам ты не дурак, но подсадили на табак. И хоть цепь и не видна, но держит нам мертва она. И форма цепи в общем не важна, ведь самой разной может быть она. Но суть, что там наркотик никотин, и ты как краб, а он твой господин. Ты спросишь, а с табаком что не так? Но выделяет растения, яд отбивает насекомых, а так? Гусеница, конечно, его не курит, она его жрет. Но эффект тот же, курящий человек так же мрет. Но главное для табачников, что там есть никотин. Сильнейший наркотик, чтобы ты каждый день бегал за ним в магазин. Это зависимость, друг мой. Хочешь, не хочешь, несешь им деньги, пока еще живой. Пока еще не начнут гнить, пока можешь ходить. Плюс добавляют специальные вещества, чтобы зависимым стал попробовать кидва. А что туда добавляют, мы никогда не узнаем. Типа ноу-хау, так что нигде не прочитаем. Глаза три или не три, на пачке не найдешь, в составках не смотри. Какие-то вещества невообразимые, ведь на них работают лучшие химики. Короче, друг, оглянись вокруг, задумываешься. И выходит, что курильщиков просто разводят. И вроде сам ты не дурак, но подсадили на табак. И хоть цепь и не видна, но держит нам мертва она. И форма цепи в общем не важна, ведь самой разной может быть она. Но знай, что там наркотик никотин, и ты как краб, а он твой господин. Редактор субтитров А.Семкин